Жители Камчатки смогут принять участие в создании народной программы развития региона. По инициативе Владимира Солодова открыт общественный центр развития края. Центр развития Камчатки создан Краевой общественной палатой по просьбе Владимира Солодова. На встрече с общественниками 2 июля глава региона подчеркнул, что планировать все преобразования на полуострове намерен, исходя из пожеланий и запросов жителей. Без открытости, без постоянного диалога с обществом, ни профессионализм, ни эффективность, ни достижение результатов невозможно. Именно наши жители края являются работодателями для меня, как временной исполняющей обязанности губернатора, для каждого государственного служащего Камчатского края. И поэтому только в постоянном диалоге, в постоянном общении с людьми, всеми доступными средствами залог успешной и эффективной работы. Я ровно три месяца работаю на Камчатке, и за это время большое количество встреч провел, в основном, правда, виртуальных, большое количество ответов, вопросов мне поступает. И я чувствую запрос на активное участие в формировании программы и перспективы развития Камчатского края со стороны жителей. Я бы даже так сказал, что я чувствую, что жители изголодались по возможности высказать свое мнение, быть услышанным и принять участие в обсуждении и последующем реализации перспектив развития края. Как сообщил руководитель общественной палаты Камчатского края Алексей Костылев, Центр развития Камчатки будет базироваться во Дворце молодежи. Возглавит его по решению членов палаты почетный житель Камчатского края, председатель рыболовецкого колхоза имени Ленина Сергей Тарусов. В течение 10 дней будут сформированы группы экспертов из представителей профессиональных ассоциаций и общественных организаций, членов общественных советов всех районов Камчатки, которые приступят к формированию программы развития региона. Также на базе Дворца молодежи будет открыта горячая линия. Волонтеры и члены общественной палаты будут принимать и обрабатывать звонки от граждан с предложениями и пожеланиями о первоочередных задачах по развитию. Ну и в добрый час у нас с вами уже есть и хороший опыт сотрудничества с Владимиром Викторовичем. У нас вот Татьяна Робертовна встречалась с вами на Коутушном озере, после чего родился экологический совет при губернаторе, в который вошла и Татьяна Робертовна Михайлова, и Тамара Григорьевна Куринова. Вот поэтому, ну это вопрос чести для нас, действительно подключить массовую общественность для того, чтобы это все было. Не скрою, что будет сложно. Слишком много было различных обещаний раньше, слишком много было, много слов. Вот поэтому, но есть люди, которые действительно хотят что-то предложить, что-то внести серьезное новое, то, что поможет сделать Камчатку маяком жемчужиной не Дальнего Востока и России в целом. Сергей Тарусов отметил, что предстоит большая серьезная работа. Ну смысл здесь, я считаю, в чем самое главное, наверное. То, что должно соединиться сама администрация и общественность. То есть выработать общую программу, как мы сами все вместе видим, дальнейшее развитие Камчатки. Вот это, наверное, самое главное, что должна быть плодотворная такая совместная работа. Самые правильные, наверное, идеи всегда, они идут снизу именно от людей, от объединений, от ассоциаций, от различных обществ, потому что у нас действительно здесь собрано их очень много. Самое главное – всех услышать и найти приемную точку реализации. Напомним, в Рио губернатора на еженедельном оперативном совещании в понедельник и 29 июня обратился к общественникам с предложением сформировать стратегию развития региона на основе приоритетов жителей полуострова.